Приветствую, друзья мои, с вами на связи Александр. И в предыдущем видео мы с вами брали упражнение, которое направлено на умение грамотно использовать акценты во время игры на гитаре. Тем более, учитывая тот факт, что есть определенные композиции, которые невозможно исполнить без должного владения данным навыком. И в качестве примера мы с вами брали композицию Владимира Преснякова, песню «Странники». И сегодня, буквально, только что у меня было занятие, один из моих учеников попросил, чтобы я помог ему разобрать романс Гомеса. Это всем известный нам ми-минорный романс. И суть заключается вот в чем. Если первую часть этого романса можно исполнить, позанимавшись на гитаре несколько месяцев, то вторую часть исполнить намного сложнее. И трудность заключается здесь не в том, что мелодическая линия сложная или ритмический рисунок, а чисто технический нюанс, который называется растяжкой. Во многих аккордах необходимо дотянуться пальцами прямо в процессе игры до нужного лада. Давайте наиграем. Видите, между четвертым и первым ладом. Здесь достаточно просто вместе с баре. А вот здесь вот тоже с пятого на девятого лада. И вопрос даже, знаете, не в длине пальцев. Потому что могут быть длинные пальцы, но растяжки не будет хватать или рука будет сильно напряжена. Я порекомендую вам сейчас одно упражнение, которое покажу и отправлю сейчас своему ученику. И перед тем, как это упражнение вам показать, рекомендую время от времени, если вы хотите научиться хорошо играть в произведение, где требуется растяжка между пальцами, вот такое вот делать движение от пальца к пальцу. Если вы стоите в пробке, поднимаетесь в лифте или просто отдыхаете, может быть, в интернете что-то смотрите. Между указательными средним пальцами левой руки, вот так вот растяжечку, между средним и безымянным и между безымянным и мизинцем. Только не перетяните пальцы, чтобы сухожилия нигде не порвались. Так аккуратненько, чуть-чуть сделали, без напряжения, для того, чтобы пальцы привыкали в нужные позиции, в нужный момент четко брать тот или иной аккорд. Значит, я сейчас наиграю это упражнение вам, а под видео по ссылочке можете перейти и загрузить себе табулатуру с нотами. Вот такое вот упражнение у нас. Здесь в чем заключается нюанс. Нам необходимо дотянуться от первой позиции до четвертой позиции, чистенько сыграть, и также использовать еще второй палец. Сыграть это четко и чистенько необходимо. И следующий вариант этого упражнения, то же самое мы играем только в пятой позиции. Уже с приемчиком барре. То есть первый аккорд у нас был в ми мажоре, а второй аккорд в ля мажоре. Табулатуручку найдете внизу. Аккуратненько поиграйте, чтобы растяжка между пальцами у вас позволяла исполнять произведение наподобие второй части небезызвестного романца Гомеса. На этом я с вами прощаюсь, занимайтесь на здоровье, ставьте лайки этому видео, если оно показалось вам интересным, обязательно подписывайтесь на мой канал, и конечно же делитесь им в социальных сетях. А мы с вами увидимся в следующих роликах. Пока!